И всем привет ребят, с Финстер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать новый обновленный Джиггернаут. Возможно кто-то знает, возможно кто-то не знает, но после последнего обновления у него стало 30 тысяч хп вместо 20 при полной прокачке, а это очень сильно изменило именно в полтора раза количество здоровья. Нашего Джиггернаута в командном режиме, ну и мы сегодня протестируем, посмотрим насколько это хорошо повлияло на него, насколько долго можно теперь с ним жить и насколько большое количество кристаллов и опыта теперь можно зарабатывать в Джиггернауте. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте конечно же поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал и не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов, прямо сейчас проходит розыгрыш по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры в аккаунтике, вот здесь вот, тимпшечку устанавливаете. Дальше оформляете покупочку в магазине, например покупаете танкоины, либо премочку, либо ежедневные танкоины, ну а дальше заполняете форму, которая есть в описании и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Ну а я тем временем пикаю в Джаггера, что касаемо комбинации, то у меня несменный до сих пор Крусейдера молот, ничего в этом плане у нас не меняется, можно было бы наверное даже резист под Джаггера немножечко получше одеть, гром рельса, шафт, наверное давайте я возьму вместо рельсы возьму резист от Скорпиона. Вообще по идее даже можно было бы взять резист еще от Страйкера, потому что Страйкер с восьмеркой может неплохо мне накидывать урона, ну ладно, давайте оставим пока что так, не будем брать резист от Страйкера, все-таки видеоролик я записываю утром, но вряд ли сейчас будут какие-то супер жестики на Страйкерах с восьмеркой здесь играть в Джаггернаута, ну всякое конечно бывает, но сделаем ставку, что их там нету. Хотя Страйкер с восьмеркой до сих пор является одной из самых эффективных вещей против как раз-таки Джаггернаута. Так, ну и нас наконец-то закидывает, посмотрим что нам предложит сейчас матчмейкинг, где мы сегодня вместе с вами сыграем. Я надеюсь на то, что здесь будет какая-нибудь неплохая карта, ну и наша задача сразу конечно же забрать Джаггернаута. Так, оп, на паузочку сразу становимся. Кунгурчик, неплохая карта, можно будет пробовать что-то здесь реализовать. Ну и постараться конечно набить как можно больше киллов. Так, 34-33, как всегда ждем до надписи. Надпись появляется, мы спускаемся с паузочки, ну и Джаггернаута забираем. Так, что он с Потапчику? Вроде как супер жестиков никаких я здесь не вижу. Что касаемо урона Джаггернаута, то урон тоже теперь стал очень хороший. Если противник без ДАшки, то это ваншот среднего танка. То есть 3.800 вы всегда наносите с Джаггернаута. И даже бывает, если у вас критический выстрел проходит, то вы даже можете легкий танк ваншотнуть. Так, что касаемо позиции, куда бы нам лучше здесь встать? Давайте пока что встанем где-нибудь вот здесь. Надеюсь, что противник особо не будет меня супер жестко пушить, но будет открываться под меня потихонечку. Да, и можно будет как раз таки удерживать вот такую вот интересную позицию. Можно было бы там встать на кемперку с правой как раз, ой, с левой как раз таки стороны. Но пока что давайте здесь постоим, покеляем, посмотрим, как противник будет открываться под нас. Если будет нормально открываться, то в принципе здесь поживем. Если агрессивно Джаггернаут вражески играть будет, то мы в принципе можем сыграть и под вражеского Джаггернаута. Так как я в принципе, ну, не любитель вообще стоять на каких-то вот позициях по типу таких, да, и жить на Джаггернауте. Если я любитель вообще попушить, но так как это у нас первый обзор в рамках видеоролика на как раз таки Джаггернаут, то мне все-таки хотелось бы не слиться за одну минуту, как я люблю это делать, да, чуточку хотя бы дольше пожить. Хотя, конечно, мне бы очень было бы приятно, если бы я бы сейчас запушил бы где-нибудь с правой зонки, да, и попробовал слить как раз таки этого Джаггернаута, а не стоял и не кемпил тут. Потому что для меня, в принципе, ну, победа, наверное, в моменте решает намного больше, чем вот эта вот долгая и пассивная жизнь на Джаггернауте. Так, ну, а наш Тиммейт и сами слили Джаггера, поэтому, в принципе, уже все неплохо. Так, Магнум периодически мне накидывает выстрелы, поэтому, возможно, нам стоит скоро будет сменить позицию, чтобы мне так много не накидывали. Хотя, честно, я бы не сказал, что там большое количество урона летит, так как у меня Джаггернаут уже 30-тысячный, да, и Джаггернаута 30-тысячный уже живет намного лучше. Ну и плюс, ко всему прочему, еще и есть у меня здесь Изида, которая мне тоже саппортинга дает. Так, Рикошет заехал у нас здесь на Викинге. Давайте попробуем его забрать. Опа, Джаггернауты у нас просто начинают лопаться вражеские. Васпик с бомбой, отлично, успеваем его ваншотнуть, вот о чем я и говорил. Кстати, ваншоты залетают почти по 4000, когда даже противник у нас вроде как с ДАшкой был, да, поэтому, в принципе, очень и очень неплохой урончик. Так, Пиксу поймал, шикарно. Так, ну и у нас уже 17 киллов за как раз-таки 3 минуты. Джаггернаут с таким, конечно, ХП, ну, явно живет подольше, явно живет подольше. Так, сводочку такую вот интересную даем. Скорючек прожимает овердрайв, ну ладно, его мы тоже здесь набреваем. Отлично, великолепно. Так, забираем еще одного. Скоро уже у Викингов появится овердрайва, но против Викингов теперь тоже стало уже полегче играть. Так, Изида появилась у Джаггернаута, понял я. Понял, Изида появилась. Такая же плюс-минус, как у меня Изида. Очень много, кстати, в Джаггернауте вообще играет Изидоводов, и это очень похвально, да, что игроки специально берут Изид и лечат именно Джаггернаута, хотя это суперневыгодная вещь. Я уже на протяжении долгого периода времени говорил о том, что это вообще было бы неплохо бы поменять, да, и сделать так, чтобы как раз-таки те игроки, которые лечат Джаггернаута, получали намного больше. Потому что сейчас любой игрок, который лечит Джаггера, он получает крайне-крайне мало опыта, потому что он как лечит, как дефолтный танк, да, но от Джаггернаута ты намного меньше вылечишь. Поэтому это очень такое неблагодарное, я бы сказал, наверное, дело, если судить с точки зрения набора очков. Но с точки зрения вашей помощи, конечно, это очень приятно, когда такие игроки имеются, которые прям постоянно едут и саппортят именно вас. О, шикарная тычка залетела по Джаггернауту. Третьего Джаггера мы забираем. Мне на постоянной основе продолжают накидывать, ребята, урон на как раз-таки Магну Мах. Так, какой-то лаг сервера или что? А нет, это у нас просто один чел залагал противника. Я уже испугался, думал, что это какой-то додосинг очередной залетел. Так, ну и шафт тут целится у нас. Пробуем ему тоже накидывать. Голд на мосту падает. Так, и Викинг прожимает овердрайв. Бомбочка у Аспа. Чуть-чуть зацепил я ее. Да, ну и противник, который на мосту забирает у нас золотой ящичек. Попробуем чуть покидать здесь по мосту. В принципе, позиция такая довольно пассивная, но при этом с этой пассивной позиции у меня получается набивать неплохое количество киллов. Да, поэтому, в принципе, наверное, выглядит очень и очень даже неплохо. Да, что мы с такой позиционки можем здесь набирать такое неплохое количество очков. Поэтому, в принципе, наверное, даже и позиционку менять особо смысла я не вижу. Ну и тем более, если мы ведем 3-0, куда мне пушить тут уже? Если бы счет был бы поменьше, тогда можно было бы чуть поагрессивнее поиграть. Но, так как у нас вроде как все в порядке, можно просто покататься, посливать тех типов, которые чуть-чуть хотя бы пытаются нас выпушивать. Можно где-нибудь так вот на мостик, например, заехать, так чуть-чуть покидать. Сводочку какую-нибудь по аресику так, оп, мимолетно дать, оп, по васпику хорошую тычечку тоже. На добавочку по викингу там. Ну и вот так вот просто чуть-чуть на полуагрессичах постоять в таких вот позициях. Овердрайв копится у Джаггернаута командного довольно-таки долго. Да, он от киллов не зависит никак. Так, в зависимости от соло Джаггернаута, который был у нас последний новый. Да, но все равно при любом раскладе этот Джаггернаут с 30 тысяч хп. Это тот Джаггер, который реально, ну, способен уже жить намного-намного дольше, да. И вот эти вот в полтора раза больше хп, они дают вам возможности подсейва от викинга овердрайва, да. И от страйкера с восьмеркой сводки. И, ну, в общем и целом, просто, в принципе, Джаггернаут живет намного-намного дольше. И имеет намного больше возможностей реализации своего теперь танка. Это то, чего я хотел видеть уже давным-давно от нашего Джаггера в игре. Ну и сейчас, наконец-таки, это произошло. Наконец-таки это свершилось. И теперь Джаггернаут в моем понимании уже хороший танк, с которым можно играть. И с которым можно набивать хорошее количество киллов. Ну и тем более, да, не просто набивать эти количество киллов, а именно комфортно себя чувствовать в рамках матчмейкинга. Да, не сказать, что он прям мега-бессмертный. В принципе, он такой и должен быть. Но это должен быть уникальный танк. В принципе, в таком виде это и есть уникальный танк, у которого 30 тысяч здоровья. Да, если бы у него было бы как раньше 20, но с быстрым накоплением овердрайва, то в принципе это тоже бы работало бы в хорошем ключе. И я бы тоже бы сказал, что это неплохо. Но 30 к хп и такая скорость набора овердрайва, в принципе, это уже очень и очень неплохой вариантик. Да, то есть я могу довольно долго сейвиться, не прожимать свой замечательный овердрайв. Потому что у меня хп-то, ну вот сейчас вот, например, плюс-минус около 20-ки старый, да. При этом я могу довольно агрессивно пушить. При этом еще есть изида, которая меня вылечивает. То есть это вообще просто мега-шикарная вещь. Так, ну у нас 7 минут остается до конца этого боя. Я уже начинаю прям, ну довольно сильно агрессировать. Не хочу я уже стоять в пассивных позициях. Хочу уже чуточку побольше понакидывать. Но эта агрессия может привести нас тоже к таким проблемным вещам. Поэтому чуточку-чуточку мы эту агрессию сбавляем, потому что у меня уже овердрайва нету. Ну и встанем, наверное, вот сюда куда-нибудь в такую позиционку. Встанем здесь и постараемся уже чуть-чуть покидать урона и пожить. Сводка тоже у джаггернаута стала шикарная. Поэтому за счет сводки теперь тоже есть возможность очень неплохой накидки. И поэтому, ну в принципе весь джаггернаут стал очень хороший, да. То есть у него есть все теперь. У него есть урон стычки хороший. У него есть хп большое. У него есть возможность дополнительной жизни. У него есть возможность прожатия овердрайва. То есть на сегодняшний день это вот тот танк, который я хотел видеть уже, ну наверное где-то полгода. Может быть год назад. Потому что у нас мета очень сильно поменялась. Да, у нас стало очень большое количество пушек, которые наносят безумно большое количество урона. Да, и в такой мете джаггернаут как раз таки, ну стал довольно мясным. Да, и 30 кхп это вот то, чего ему как раз таки не хватало. Все пушки вот как и забалансились. Плюс полтора по ощущению. Вот так и джаггернаута подбалансили в плюс полтора. При этом еще и сделали ему хороший урон стычки. Хороший урон со сводки. Чтобы он мог контрить как раз таки и викинга овердрайв. Мог контрить тяжелые танки, которые если что там могли в моменте накидать тоже много. Ну и плюс есть еще дополнительный крит, который где-то может тоже подсейвить, подсаппортить. То есть все в этом плане стало прям супер, как по мне, сбалансировано. Ну и например тоже торнадо, да, теперь тоже особо не кошмарит. Если бы например раньше это торнадо могло там накидывать довольно большое количество урона там. И в моменте решать ситуацию. То сейчас даже этот торнадо на скорпиона ничего особо сделать не может. Так, ну мы такую сводочку хотел я контентовую дать, но не даем. Так, здесь у нас паладинчик пикает. Хорошо. По киллам у меня что? Что у меня по киллам? По киллам в принципе наверное неплохо. Наверное должно быть неплохо. 74. Хорошо даже я бы сказал. На сотку бы если бы я вышел, то было бы вообще шикарно. На 100 киллочков. На 100 киллочков бы в таком режимчике, а? Было бы прекрасно, я так думаю. Так, попробуем на сотик выйти. И получится, то будет великолепно. Но для сотки мне надо уже чуть агрессии проявлять. Конечно же. По викингу здесь сводяночку. По викингу сводяночку. Скорпион мне шестнарик сводит. Но шестнарик сводит без полной раскрутки. Соответственно. А нет, даже не по мне походу сводился. Так, но я стою уже в супер агрессивной позиции. И хочу, хочу, хочу килочки, хочу килочки. И шарелла мне залетает в головешку. Плюс сводянка на 16. Так, сводочку. Успею я там дать. Потом мы чуть-чуть, чуть-чуть откатываем. Переагрессировал немножко. Овердрайва уже нету. Так, 85 киллов у меня есть. Отлично. Еще 3 минуты. Да, вроде как на 100 успеваю я дотянуть. Если до сотки мы дотянем, то будет это как раз таки уже тот самый хороший результат. Ну и нам повезло, что у нас Джиггернаут сейчас пассивно довольно стоит за стенкой. Да, он то есть боится умереть. Когда Джиггернаут боится умереть, это то, что нам нужно. Да, ну и плюс сводка вот этого Джиггернаута нынешняя, она очень хороша тем, то у вас есть возможность как раз таки, если что, быстрой переводки с одного противника на другого, да? То есть, ой, сейчас меня могут слить. Я уже переборщил тут. Чуть-чуть я переборщил, уже надо чуть спрятаться, чуть заныкаться. Чуть постоять на пассивичах. У меня уже 90% овердрайва. Всего лишь. У меня уже хп-то 0. Так, отлично. Овердрайв появляется. У меня вообще-то мизида приехала. Оудик вжала на вылекивание. Так, ну и тут давайте. Вот. Ладно, прострела нет. Плохо. Сводочка. Ой-ой-ой, бомбочка. Сводочка под бомбочку. Чуть-чуть назад на откатик с такой ситуации. Так, Викинг опять аптечку дроповую хочет забрать, но он второй раз уже забирает ее на том самом моменте, когда я в него кидываю очень хороший дэмэдж. Дэмэдж. Так, Викинг на низ падает. 3500. Вот, например, Крит 3500 тоже шикарный залетает. А вот сводянка, которая сразу по двум танкам сводится спокойно, да? При том, что как бы я там должен был сводить одного танка, но просто переводка срабатывает, и ты с одного танка переводишь уже на другой. Так, ХП у меня в очередной раз становится довольно-таки мало. Потому что чуть-чуть мы опять на пассивичи выходим. Изида есть под хил. Изида есть под хил. Ареса сливаем. 909 киллов у меня. Шикарно. Да, то есть, если бы я был бы тем старым любителем Джиггернаута, я бы тут бы так же, как раньше, и сидел бы в нем бы 24 на 7. Да, потому что сейчас на этом Джиггернауте можно давать даже еще больше грязи, чем можно было давать раньше. Сейчас вообще этот Джиггернаут является, ну, наверное, той вещью, которая может прям мега много делать пользы. Так, еще килл есть. Еще килл есть. Давайте чуть-чуть агрессии дадим. Чуть-чуть дадим агрессии. Дадим сводяночку вот такую. Дадим еще выстрел такой. Дадим выстрел такой. Я уже все, я как бы, ну, типа, я понимаю, что у меня 0 хп, но и времени-то уже нету, поэтому, в принципе, особо пассивно стоять-то нет никакого смысла. Офигеть. Если что, сегодня повышенных фондов нету. Если что, сегодня повышенных фондов в игре нету. Это... Это 18 тысяч кристаллов, если были бы повышенные фонды. Офигеть. И получается сколько? 15 тысяч опыта, где-то около пятнашки, да? Или сколько я там должен был получить. Ну, в общем и целом, это очень жестко. Это мега сильный джаггер, который реально на сегодняшний день работает мега эффективно. 106 килов мы вместе с вами даем. 9 тысяч кристаллов без двойных фондов получаем. То есть, это 18 тысяч кристаллов было бы в катке. Ну, в принципе, в джаггере, наверное, так и есть. То, что 100 очков, это 1000, получается, кристаллов, да? На повышенных фондах. Что я могу сказать? Очень крутой джаггер. Мега крутой джаггер, с которым комфортно, приятно играть и который может очень и очень неплохо зарабатывать, да? Поэтому, если вы сейчас думаете, в каком режиме фармить кристаллы, то джаггернаут на самом джаггернауте это отличнейший вариант для заработка кристаллов и опыта, да? Поэтому возвращайтесь в этот режим. Раньше все это тоже так же эффективно работало. Потом поменялся у нас балансик, а джаггернаут остался в старом балансе. А вот сейчас есть как раз-таки смысл играть в этот режим и зарабатывать безумно большое количество кристаллов в этом режиме. Поэтому пишите, что вы думаете. Поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про розыгрыш. На 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрышу в описании имеется. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.